Стенка на стенку На встречу со сборной команды Приморского края приехали борцы из самой Японии, если точнее, из префектуры Татторо. Всего на татаме от обеих стран выступило 6 юношей и 4 девушки. Как правило, подобные спортивные семинары, да еще и международного уровня, проводят во Владивостоке, но не в этот раз. По-видимому, свою роль сыграл авторитет и мастерство тренеров клуба «Мастер». Для города Артема это исторический момент, потому что на территории города Артема дзюдо развивается только два года. И это первый турнир, и он для нас сразу уже международный. Матчевая встреча – это, безусловно, та же самая борьба по всем правилам дзюдо. Здесь есть и победители, и проигравшие. Однако в какой-то отдельный зачет результаты встречи не войдут. Суть, как говорят сами дзюдоисты, в обмене мастерством и уважении к противнику. Не секрет, что именно в Японии и зародился этот олимпийский вид единоборств. И поэтому для приморских борцов вдвойне интереснее сойтись лицом к лицу с такими противниками. Очень хорошо видно, что в технике японцы преобладают, но мы не падаем духом, достойную борьбу оказываем. Но всем участникам я хочу пожелать красивой, яркой, зрелищной борьбы и самое главное – без травм. Встреча мастеров прошла плодотворно, однако для приморского дзюдо это лишь начало. Сейчас наши борцы проходят акклиматизационно-подготовительные сборы. Ведь уже 25 августа сборная России поедет в страну восходящего солнца, чтобы участвовать в чемпионате мира в Токио. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом.